Хей, друзья мои, всем большой привет и добро пожаловать в игру The Sims 4. Мы вернулись в сотню детей, и эта серия начинается с того, что вместе с Джеффри мы отправляемся в школу. Всю прошлую ночь он прогулял вместе со своей новой подружкой Жаклин, с которой складываются очень странные отношения, на мой взгляд. Я надеюсь, что в этой серии, наконец-то, он сможет поговорить с Жаклин и вообще понять, между ними что-то есть и будет ли вообще, или же ничего нет. Может быть, она сегодня будет в школе, хотя что-то мне подсказывает, что ее на занятиях не будет. И, кстати, между прочим, сегодня в школе есть Джеб. И, насколько я помню, вроде как Джинджер положила на него глаз, но сегодня мы с вами отправились на занятия вместе с Джеффри, поэтому, увы, я думаю, что Джинджер сможет с ним встретиться после занятий. Ну что, дорогой мой, давай будем с тобой отправляться в школу, посмотрим, что у нас тут интересненького. Кто пришел на занятия? Пожалуйста, может быть, здесь где-то будет Жаклин? Но я ее не вижу. Обидно как-то, я так надела, что они смогут в школе поговорить. Как вы понимаете, Джеффри не выспался, покушать он не успел, поэтому давайте мы попросим его, ну, наверное, что-нибудь заказать. Здрасте, а вы мне что-нибудь приготовите? Смешно, представься. И затем мы попросим, чтобы нам приготовили, может быть, какие-нибудь бургеры или еще что-то. Да, конечно, как вы помните, он стащил мини-бургеры в чайпите, но я думаю, что нужно что-то еще сейчас кушать, потому что он наверняка проголодается, готовится к экзаменам. Ну, подождите, мы только в школу пришли, какие экзамены, кто сейчас будет готовиться? Хотя нет, наверное, придется все-таки сейчас приготовиться. И, кстати, давайте посмотрим, кто еще. Пришел Ники. Значит, у нас тут есть Ники, есть Сидни, но вот, к сожалению, нашей подружки здесь нет. Подождите! Да ладно! Да ладно, ребята, вот она! Привет! Это кто тебе сердечки оставил? Это кто? Это твой шкафчик? Это кто тебе сердечки тут оставляет? Кто из вот этих вот двоих? А может быть, и не они? А может быть, ты оставила сердечки? Так, мне это не нравится, это же не твой шкафчик. Скажи, что это не твой шкафчик, пожалуйста. Кстати, нам нужно выбрать шкафчик. Так что мы сейчас смешно представимся. Все, плевать на еду, я уже кушать не особо хочу. Спасибо, здрасте, до свидания. Я только смотрю, я только смотрю на вот эти вот вкусные аппетитные бургеры с сыром, который, нагреваясь, плавится, течет по рукам. А здесь у нас картошечка нет! Там, Жаклин, плевать на картошечку! Кто тут застрял? Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй! Так, Анжела, я знаю, с кем у тебя отношения. Так что, пожалуйста, отойди от девушки. И неужели это он оставил сердечки? Ребята, значит, я так понимаю, что наш Джеффри решил так тихонечко скрыться, слиться с этим ящиком в единое целое. И послушать, о чем же они тут говорят. Как думаете, о чем они говорят? Я надеюсь, что он к ней не клеится, потому что I'm watching you! Не надо так делать! Я просто иду себе шкафчик выбирать, а заодно смотрю, чтобы тут не было никакого флирта или еще чего-то. Я хочу-хочу-хочу украсить шкафчик. Давайте, может быть, спортивной тематикой. Кстати, у нас есть несколько нарядов. Неоновый тусовщик. Давайте, пускай он переоденется. Надеть наряд. Я надеюсь, что у нас сейчас в школе не так холодно, как на улице, поэтому он сможет походить в новом наряде. И, кстати, может быть, нам стоит купить мяч? Можно будет пойти потом поиграть. А-а-а, Чомбэйни. Жаклин, привет! Привет! Покачать на качелях? Нет, не надо. Я хочу просто с тобой поговорить. Искренний комплимент тебе сделать. Скажем, что у тебя очень симпатичный хвостик. Ты с таким же хвостиком была вчера на нашем свидании. Привет! Анжела, может, ты пойдешь по своим делам? Подними настроение. Я надеюсь, что у нее сейчас настроение трошки выше, чем вчера, и теперь она не будет такой злюкой. Ты же не злюка-бобер. Давай, садись со мной на лавочке. О-о-о-о-о, ребята! Слухи не врали. Жаклин хочет пойти на выпускной. Да ладно, ребята! Она хочет пойти на выпускной с Джеффри. А теперь вопрос, господа. Как кто? Она хочет с ним пойти как друг. Как чуть больше, чем друг. Ну, а кому я плакат рисовал? Ну, вот ты такая вот. Ну, вот ты такая вот. Вот такая. Мы полночи тебе плакат рисовали. А ты такая вот. Ну, ладно. Окей. Я же тебе не могу плакат показать, да? Да, уже не могу. Уже идет на выпускной с Жаклин. А, смотрите. Значит, предложить пойти на выпускной в качестве друзей. Но-но-но-но-но. Ну, значит, я так понимаю, что все-таки... Все-таки... Ты чего? Ты обрадовалась, да, я надеюсь? Я надеюсь, ты обрадовалась, что мы с тобой вместе идем? Или ты просто сейчас такая... Ммм, прикольно. Слушай, ну мне идти не с кем. Может быть, ты со мной сходишь. Слушайте, я надеюсь, что она действительно в нем заинтересована. И может быть, они построят отношения. Вообще, это какая-то дыв не дыва. Ну, как так можно? Пойдем на занятия быстро. Будешь прогуливать, тебе влепят двойку сразу. Дамочка, вы застряли. Вы трошки тут застряли. Давай, вставай. Потом с ней поговорим. Ребята, директриса идет. Давай, вставай. Да потом ты ей этих комплиментов насыпешь. Иди. Иди на занятия. У нас же занятие в другом конце этой школы. У нас же школа гигантская. Так, мне надо обязательно построить какую-то школу. Я надеюсь, что на момент выхода этого ролика я еще школу никакую не построила. Потому что, на самом деле, нужно действительно здесь построить какую-то компактную школу на вот этом вот участке. Да, можно добавить тут кучу всякого. Но именно школа должна быть более-менее компактной. Потому что, смотрите, одна минута. Все, ребят. Вот была бы здесь где-то директриса. Все. Жипа была бы полная. А она с нами в одном? Да ладно. Они еще учатся в одном классе. Ой, ребята, как приятно. Ой, как приятно. У нас сегодня урок по предпринимательству. Хорошо. Я вот думаю, может быть, нашему Джеффри стоит какой-то себе кружок выбрать. А почему бы и нет? Мне кажется, было бы очень даже здорово. Мне кажется, он мог бы, например, заняться. Ну, посмотрим. Мы сейчас с вами выберем, чем он мог бы заняться. Но я думаю, что идея очень даже хорошая. Привет, здрасте. А ты что, в облаках летаешь, да? Смотри, у тебя уже есть с кем идти на выпускной. Это очень даже здорово. Кстати, нам нужно будет всем выбрать пару. Потому что, как вы понимаете, на выпускной скорее всего пойдет... Слушайте, давайте Бобби пускай у нас усердно учится. И ты тоже, пожалуйста, усердно учись. Слушайте, а он подтянул, да? Ну, домашнее задание сделал. У него продуктивность отличная, ребят. Почему он не становится отличником? Ну, вот видите, она, к сожалению, не подтянула свои навыки. Кстати, мы сейчас с вами вернемся домой. И вы увидите, какой офигенный подарок подарил Дедушка Мороз нашей Скарлетт. Ребят, вы будете просто в шоке. Вот кто угадывал в прошлой серии, и кто угадал, я думаю, что обрадуется. А кто не угадал, то тот точно будет в шоке. Потому что я, когда увидела, так я думаю, чего? Такое вообще может быть? Нам такое могут подарить? Давайте, дружки, ускоримся. Потому что, мне кажется, мы с вами будем до вечера сидеть. Все? Спасибо, очень интересно. Идите, пожалуйста, покушать. Идите, покушайте. А я хочу какую-нибудь тут смешную рожу нарисовать. Давайте мы, может быть, что-нибудь скажем приятное нашей подружке. Мне кажется, она только и ждет, когда мы ей комплимент какой-то сделаем. Искренний комплимент. Уходите. Ну, почему всем здесь нужно сидеть? Уходите. А почему обед через 40 минут? Подождите. А почему у нас обед через 40 минут? А вам не кажется, что как-то очень скоро он закончится? У нас же обед должен закончиться через 2 часа. А получается, нет, она не уходит, ребят. Серьезно? У нас уже все? А почему? А-а-а, у нас сейчас профориентация. А я-то думала, что у нас профориентация будет после занятий. Я так понимаю, что профориентация Джеффри сейчас интересует меньше всего. Вы посмотрите, как ему тут скучно. А учительница такая, эй, ты чего шумишь? Смотрите, как на него Жаклин смотрит. О, ты тоже приехал. Давай вместе постоим и послушаем, что тут интересного рассказывают. Давай, стой, слушай. Я тебя прошу, только не наделай каких-то глупостей. Значит, мы можем поговорить с Раджем, спросить про карьеру. Потом мы можем поговорить с Коди. Тоже спросим про карьеру. И поговорим с Камероном. Тоже спросим про карьеру. Слушайте, как интересно. Мы сейчас поговорим с вот этими всеми ребятами. Потом можем куда-нибудь увезти Жаклин. Можно с ней там пообнимашкаться, можно с ней поболтать. Но пока что нам нужно, конечно, поговорить, обсудить, что тут, как тут. Я так понимаю, что беднягу Раджа никто решил не слушать. Он такой, я же вам столько рассказываю. Ребята, а почему он искрится? Ребята, он что, искрится? Это что, наш робот Алекс? Ребята, что происходит? Вы хоть раз такое видели? Я ни разу не видела, чтобы из персонажа какие-то вот такие вот блесточки вылетали. И из других персонажей блесточки не вылетают. Я же не ошиблась? Слушайте, как интересно. Так, сейчас мы поболтаем со всеми представителями. Пускай они нам расскажут что-то интересное. Я хочу потом поговорить все-таки с Жаклиной. Шептать про увлечение. Вот, класс. Развернулся и пошел себе такой, я потом спрошу. А то мне кажется, что я тут трошки лишний. Поговорите, да, про автомобили. Если ты пойдешь по моим стопам, то у тебя будет крутой красный автомобиль. Ладно, пойдем лучше поговорим с Камероном. Спроси про карьеру. Потом мы можем, ну, кстати, по-дружески его поприветствовать. Честно говоря, я пока не знаю, чем будет заниматься наш Джеффри. Вообще-то у меня в планах было, может быть, отправить его в какой-нибудь спортивный кружок. Но пока не знаю вообще, удастся нам с вами это сделать или нет. Может быть, ему понравится что-то другое. Кстати, давайте посмотрим, что у него по навыкам. Видеоигры, механика, обаяние. Кстати, фитнес он тоже начинал прокачивать. Видите, у него досуг упал. У него досуг просто ниже некуда. Ему сейчас бы, конечно, пойти чем-то там, не знаю, за компьютер. О, компьютер, ребят. Компьютер. Можно пойти и трошечки поиграть в игру Sims. Прекрасно. Спасибо. Мне очень интересно. Мне очень интересно с вами всеми общаться, но я пойду поиграю. Да-да-да-да-да. Я вас очень внимательно слушаю. Очень внимательно слушаю. Ну, понимаете, у меня настроение такое себе. Я решил, что надо поиграть в Sims 1. Смотрите, это же Sims 1. Слушайте, надо поставить Sims 1. Крутая же игра. Я так понимаю, что уже Клин, наверное, надеялась. Она так отсела. Знаете, может быть, он сейчас ко мне подсядет. Может быть, ко мне сейчас Джеффри подсядет. Джеффри! Джеффри, подсядь ко мне. Ага, он не хочет ко мне подсаживаться. Ну и фиг с тобой. Я пойду с другими постою. Он проголодался. Я вам говорила, что нужно было какие-то пирожочки взять. Нет. Кстати, нам нужно спросить приглашенных профессионалов. Подождите, а мы же вроде с Камероном говорили. А с кем мы не поговорили? С Раджем мы говорили. А, вот видите, он все-таки... Он же подходил к Камерону. Или нет? Давай, бегом. У нас осталось 40 минут. У нас осталось 40 минут. Мы с вами должны сегодня заработать себе плюсик за то, что мы сходили на профориентацию. Потому что мне не очень хотелось бы, чтобы у нас были какие-то проблемы. Все. Обсудить будущее с учителем. Джинджер должна быть в компьютерном клубе через час. Это мы с вами знаем. Ну хорошо, давай обсудим. Обсудить будущее. Давайте поговорим о будущем. А ей скучно. Ребята, ей тут скучно. Ей вообще неинтересно. То есть ученики как-то, знаете, с интересом что-то пытаются узнать. А она стоит, зевает такая. Как же тут нудно. Какие же они все нудные, эти специалисты. Давайте я им тоже скажу, какие они нудные. Я вообще хочу выбрать что-то другое. После профориентации Джеффри решил вернуться назад в школу, чтобы чекнуть, что интересного он может выбрать из кружков. И, кстати, сегодня оказывается день спорта. Американский футбол. Но начнется только в 5 часов вечера. Так что мы с вами сейчас можем, кстати, пойти перекусить. Давай посмотрим, что у нас тут есть вкусненького. Кто оставил обед старшего ученика? Ну, раз никто не забирает, значит, Джеффри может пойти забрать. И затем мы с вами можем посмотреть, кто тут у нас есть интересный. Значит, я вижу, здесь стоит Ники, которая предлагает присоединиться к группе поддержки. Но я не уверена, что наш Джеффри захочет присоединиться к группе поддержки. Так, а ну давай посмотрим. А Жаклин? В компьютерный клуб, ребята. Она приглашает в компьютерный клуб. А мы же хотели... Мы же хотели какой-то другой кружок выбрать. Ладно. Давайте еще посмотрим, что есть интересненького. Можно, конечно, пойти в компьютерный клуб. Но я не знаю. Я понимаю, что Джеффри хочет, наверное, больше времени проводить с Жаклин. Но с другой стороны, а может быть ему выбрать какой-то другой клуб. Он вместе с Жаклин может видеться после занятий, например. Так что я думаю, что компьютерный клуб мы, наверное, выбирать не будем. Потому что у нас и так Джинджер занимается в компьютерном клубе. Мне кажется, что ему стоит выбрать что-то другое. Кстати, если я не ошибаюсь, у нас есть мячик. Я очень надеюсь, что она не откажет Джеффри участвовать в регулярной тренировке по американскому футболу с... Можно с Ритой. Но я думаю, что с Ритой не нужно. Давайте с Жаклин. Я надеюсь, что она согласится. Тем более, что вроде как она ничем сейчас не занимается. К экзаменам не готовится. Поэтому можно провести время вместе с ней. А затем отправиться на день американского футбола. Я очень надеюсь, что она действительно тоже придет на этот праздник. И мне кажется, что они смогут как раз какое-то время провести вместе. И пока Джеффри играет в футбол вместе с Жаклин, давайте посмотрим, как дела у Скарлетт и других детишек. И я, наверное, никого не удивлю, сказав, что ребята снова находятся во дворе. Им, наверное, действительно так нравится этот уютный дворик, что они все время готовы здесь проводить. И я смотрю, что настроение у Скарлетт соу-соу. Давайте мы ее отправим в туалет. Мы с вами купили новый унитаз. Пожалуйста, сходи сюда. И затем я хочу попросить ее... О, ребят. Да, уже испорченный ужин. Я только хотела сказать, смотрите, у нас тут ужин с индейкой, вроде бы без зеленого дымочка. Нет, с зеленым дымочком. Как дела у Ральфа? Ральф тоже проголодался. Давай посмотрим, где у нас тут есть еще тарелка. Вот тарелка, стой! Стой, никуда не иди. Возьми, пожалуйста, вот этот вот ужин с индейкой. Проголодался, бедняга, Ральф. А, подождите, где? Ага, значит, Джинджер все еще на занятиях. Окей. Значит, давайте посмотрим, как дела у Терезы. У Терезы, в принципе, все хорошо. У Эдди, ну, тоже все более-менее. А вот Бобби какой-то нервный, ребят. И знаете, что самое смешное? Он до сих пор хорошист. Он никак не может повысить свою продуктивность. И, честно говоря, мне непонятно, с чем это связано. Учитывая, что мы за него как бы не играем в школе, то все равно странно, что у него продуктивность не становится прям максимальной. Ладно, давайте тогда посмотрим, что у него с настроением. У него досуг ниже некуда. Я бы хотела, чтобы он пошел, посмотрел телевизор. Кстати, ребята, а вот и подарок от Дедушки Мороза. Кто написал по поводу караоке? А ну-ка, напишите в комментариях, кто говорил по поводу караоке. Вы смотрите, какой крутой подарок сделал нам Дед Мороз. Можно попросить его пойти спеть в одиночку поп-музыку. Сегодня повеселимся. А кто звонит уже нашей Скарлетт? Здрасте. Благодарю вас от всей души за совет. Сара и я получили огромное удовольствие. Я очень за вас рада. Значит, она сейчас должна перекусить. И затем мы с вами посмотрим, как дела так. Подождите. Стоять! Стоять! Стоять, стоять! Не кушай это, не надо, нельзя. Фу! Нельзя это кушать, это фу-фу-фу. Это полное фу-фу. Не ешь, пожалуйста, я тебя прошу. Фух, молодец ты, мой хороший. Это такое фу-фу. Это полное фу-фу. Давай я посмотрю, что у нас есть в холодильнике. Я надеюсь, что хоть что-нибудь у нас есть. Это что? Это что такое пустое? Что здесь было, ребят? Как думаете? Наверное, какой-то пирог. А это что? Запеканка. Ну вот, между прочим, запеканочку можно дать малышу. Хороший мой, на. Съешь, пожалуйста, запеканку. Она очень вкусная. Очень. И она вроде как нормальная. Бедняга Тереза хотела поспать. И тут как заиграла музыка. Слушай, давай посмотрим, как у тебя делишки. Ты хорошистка. Один навык до четвертого уровня. Творческие способности. А давай глянем. Творческие способности. Творческие способности. Слушайте, а у нас же вроде как здесь где-то был столик для вот этих вот всех поделок. Или я что-то путаю, или нет. Слушайте, ну был у нас такой столик. Или я его не поставила. А я вот не помню. А раз я не помню, то лучше мы с вами поставим, наверное, еще один столик. Хотя от сатрушки дыр. Но мне казалось, что у нас здесь был столик. Опять пропало. Да что ж такое. Почему у нас пропадают постоянно здесь стулья? Кто ворует стул и компьютер? Я знаю, что ворует наш этот самый. Ворует наш багаж. Но это все равно как-то непонятно. А у нас разве не было, да? Ладно, у нас, видимо, не было этой штуки. Хорошо, давайте посмотрим, где мы можем разместить столик для подделок. Столик для подделок. Так, слушайте, а может быть убрать этот диванчик? Ну, он, конечно, классный. Но у нас и так много диванчиков. Тем более, что оборотни уже не будут его царапать. Значит, мы с вами переходим сюдашеньки. Давайте поставим вот этот вот столик. Вот здесь у нас будет как раз на втором этаже стоять. И теперь мы попросим нашу Терезу, чтобы она может быть либо подделку какую-то здесь. Давай лучше рисовать формы. Порисуй, пожалуйста, формы. Куда отправилась Скарлетт? Она пошла, видимо, тарелку мыть, да? Ну, правильно. Зачем мыть тарелку здесь, если можно ее помыть там? Я хочу брать вот эту вот формочку. Она нам здесь не нужна. Так, где наш малыш Ральф? Пойди, пожалуйста, поешь. Я тебя прошу. И я надеюсь, что у Бобби сейчас как-то настроение станет получше. Потому что я хочу, чтобы он все-таки сделал домашнее задание. Может быть, пускай он сделает какую-то поделку. Я не понимаю, почему он никак не может стать отличником, ребят. Первый раз такое вижу. Раньше мне ребята писали, что есть такой баг, если ты играешь за персонажа, который отправляется в школу, то он как бы не может... А, все, у нас все испорчено, хорошо. Давай мы тебя попросим. Смотри, у тебя тут столько всяких вкусняшек. Вот смотри, ты можешь фрукт питая скушать. Ешь фрукт питая. О, Джинджер вернулась домой. Значит, раньше был такой баг. Если за персонажа ходить в школу, то он никак не может стать хорошистом или отличником. Но мы за него уже сколько дней в школу не ходим, и все равно, все равно он почему-то не становится отличником. Значит, дорогая моя, оставь, пожалуйста, эту тарелку. Ты тоже проголодалась? Слушай, а у нас есть что-то действительно в холодильнике? Выбросить. О, взять остатки пищи. Это прекрасно. В общем, непонятно, что происходит с Бобби. Аксель? Кажется, мне нравится Кэролайн Аллен. Так, стоп. Кэролайн Аллен. Ребята, это кто? О, это какая-то родственница нашей Скарлетт. Ну, вам нужно подумать о себе. Подумайте о себе, пожалуйста. В общем, непонятно, почему Бобби не может стать отличником. Посмотрим. Посмотрим, что у нас будет, конечно, дальше с его успеваемостью. Мы сейчас попросим, вот у него досуг трошки подрастет. Пускай он сделает домашнее задание. И затем, я думаю, что он, пускай, может быть, какую-то поделку сделает. Может быть, станет получше. Может быть, и нет. Слушай, посмотри, пожалуйста, фильм. Значит, подождите, а где наша Скарлетт? Скарлетт все еще фруктики кушает. Сейчас мы с вами можем ее попросить. О, у нас тут букет, ребята. У нас здесь букет. Давайте добавим запах морозника. Ну и быстренько продадим, потому что у нас осталось 2200. Ты пойди посмотри, пожалуйста, телевизор. Как дела у Джинджер? Джинджер кушает. Это что ты такое кушаешь? Запеканку, да? Кстати, нужно будет еще что-то приготовить. У Терезы все окей. Она рисует. Я так понимаю, что Джеффри все еще в школе. Но хорошо, пускай он находится в школе. Что мы можем попросить его сделать? Заботиться о себе? Заботься, пожалуйста, о себе. Ты, пожалуйста, сейчас займись вот этим вот букетиком. И мы сразу же его... Куда пошла? Опять она уходит куда-то по своим делам. Значит, выберем... Хотя мне нравится эта ваза. Давайте пойдем сразу же продадим этот несчастный букетик. Потому что мы, знаете, сколько его уже серии пытаемся продать и никак не можем продать. Положить багаж. Посмотреть багаж. Выставляем вот этот вот шикарный букетик. И нам нужно выложить на стол. Давай, отправляйся вот сюда. Я понимаю, что ты... А, так ты спать не хочешь. Я почему-то думала, что она может спать хочет, и поэтому она ничем заниматься не планирует. Нет. Значит, у него уже с досугом все окей. И давайте попросим его сделать домашнее задание. Домашнее задание делай. Потому что если он опять не станет отличником в пятницу, ну, я не знаю, что роботы тогда. Тогда у меня вопрос. Может быть, нам с вами, ну, наших ребят делать отличниками самостоятельно? Ну, допустим, он сейчас делает все дополнительные задания. Потом он, там, не знаю, может быть, еще дополнительно, там, ракету построит. И вот когда он все это сделает, и если он не станет отличником, тогда мы с вами, ну, вручную сделаем его отличниками, если можно так сказать. Помощь с горшком. Кстати, ты попроси, пожалуйста, Джинджер, чтобы она тебя сейчас на горшок отвела. У нас, кстати, здесь должно быть открыто. Да, у нас здесь открыто. Бобби сделал домашнее задание. Вот видите, умница. Теперь я предлагаю тогда поставить... А, хотя зачем? Подождите. Зачем нам что-то ставить? Наверняка, или у него, или у кого-то из ребят есть какой-то интересный проект, да? Проект, проект, проект. Серьезно ли, ни у кого нету никаких проектов? Да ладно. Ни одного школьного проекта. Это как, ребята? У нас же обычно у всех есть школьные проекты. Окей, мы сейчас с вами роботостроение. О, прекрасно. Займись, пожалуйста, этим роботом. Начать аккуратно работать. Ты куда пошла? Опять идешь играть в куклы? А, смотреть? Нет, подожди. Джинджер сейчас занимается малышом. А ты, пожалуйста... А ты чего не хочешь? А-а-а, ты не хочешь, потому что у тебя настроение плохое. А что случилось? Ты проголодалась? Ладно, пойди перекуси. Пойди, пожалуйста, перекуси. Я надеюсь, что Бобби сейчас быстренько сделает вот этого вот робота. Как дела у Джинджер? А Джинджер не собирается с малышом? Вот, собирается. А ты, моя хорошая, пойди, пожалуйста, выброси мусор. Покушай и выброси мусор. Все. Идем на горшок? Идем на горшок. Смотрите. Сейчас Тереза вот здесь бросит мусор. Смотрите, смотрите, как сейчас это будет. То есть, Скарлетт кушает, а Тереза достает мусор из мусорной корзины и прям перед ней бросает. Зачем ты это сделала? Скажи, пожалуйста. Не надо так делать. Я тебя очень прошу. Я сама, конечно, могу вернуть, но если Тереза сейчас опять его выбросит, то это будет просто какой-то кошмар. У нее досуг упал, понимаете? Не упал досуг, поэтому мы ее сейчас отправим смотреть телевизор. И затем, наверное, нам нужно все-таки устроить эту дурацкую распродажу, потому что мне просто будет очень жалко, если букет того пропадет. И что нам дальше делать? О, привет. Саванна, помоги, пожалуйста, с проектом. Пожалуйста, 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 помоги с проектом. Дружелюбные действия. Ты не хочешь помочь? Попросить помощи? Или ты не можешь попросить? Попросить присоединиться к семье? Класс! Остаться друзьями, смотреть на облака не надо. Не хочешь помочь, да? Ну, не хочешь, как хочешь. А было бы, кстати, очень приятно. Ладно, сами справимся. Что поделать? Как дела у Скарлетт? Ну, досуг у нее, конечно, сейчас будет очень медленно расти. А что у тебя произошло? А, ребята, нам нужно кое-что от Крэблайс купить. Шампунь уже в багаже нашей Скарлетт. Теперь она должна пойти принять душ, только сначала... Да-да-да, сейчас... Сейчас Джинджер выйдет. Джинджер, тебе нужно вообще спать отправляться. Видите, как она устала. Ложись, пожалуйста, отдыхать. Ну, а Скарлетт сейчас должна принять ванну. И давайте посмотрим, сможем ли мы сейчас использовать. Да, use medicine. Затем мы пойдем продавать вот этот вот букетик. Октавия, ты что здесь делаешь? Ты за букетиком пришла? Или же не за букетиком? Как дела у Ральфа? Ральфу очень грустно. Нужно будет с ним поиграть после того, как мы продадим вот этот букетик. Потому что это просто какой-то кошмар. Этот букетик какой-то... О, ребята, смотрите, кто домой вернулся. Джеффри вернулся домой, но он очень уставший. Поэтому я не буду его просить помогать нашему Бобби. Вы видите, как сильно он устал. Все? Ты приняла ванну? Молодец. Слушайте, ну мне не нравится, что у нее досуг практически не растет. Это просто какой-то кошмар. Обслуживать стол. Я надеюсь, что может быть сейчас Октавия или Саванна купят у нас как раз этот букетик. Хотя бы тысяч за 10 давайте. И это будет, конечно, очень круто. Затем я думаю, что Скарлетт все-таки попробует помочь Бобби с вот этим вот проектом. Потому что, ну, у нее вроде как показатели отличные. Ей спать пока что не нужно отправляться. А я надеюсь, что Бобби, конечно, быстро справится с вот этим вот роботом. И наконец-то станет отличником. Кстати, а что у Джинджер по... Так, ей нужен третий уровень. И домашнее задание тоже не сделано. То есть, видите, ей тоже нужно и домашкой заниматься. И все-таки ей нужно навыки подтянуть. Ну, то есть, короче, дел у нас очень-очень много. Давай начнем дворовую распродажу. Это как-то странно. Ты тут стоишь себе и никого не подзываешь. Подходите, подходите, букеты покупайте. Саванна ушла. Не хочет она себе крутой букетик от нашей Скарлетт. Ну, не хочешь как хочешь. Как вы думаете, кто купит у нас этот букетик? Как дела у Бобби? Блин, Бобби спать хочет. Бобби очень сильно хочет спать. Но я не уверена, что он закончит этот школьный проект. Поболтать со Скарлетт? Я хочу, чтобы Скарлетт потом помогла ему с проектом. Я надеюсь, что она успеет это сделать. А чем занимается Эдди? Эдди... Эдди ходит и убирает, ребят. Я так понимаю, что Тереза опять выбросила весь мусор. А он ходит и убирает. Кстати, ему желательно сделать домашнее задание. То есть, смотрите, из троечника... 21 тысячу, ребята, мы получили за вот этот вот букет. 21 тысячу. Все, до побачения и врубачения. Нас уже ничего не интересует. Мы теперь будем заниматься школьным проектом. Все, уходите. Купили букет? До свидания. Давайте, давайте, давайте. Уходим, уходим. Расходимся. Здесь больше покупать нечего. Мы с вами должны будем еще этих букетиков наделать. Потому что, как только, как вы понимаете, Бобби, Джинджер и Джеффри станут взрослыми, мы им должны будем либо квартирку какую-то... Кстати, а может быть, они втроем куда-то переедут? Ну, посмотрим. Я пока не знаю. Нас нескоро у ребят будет день рождения по календарю. Поэтому, если вдруг они не смогут стать отличниками, то придется ждать, когда они станут просто старше. Так, дорогая моя. А ты сейчас помогаешь. Тебе опять нужно в туалет. Кстати, ей очень скоро нужно будет отправляться в больницу. Между прочим. А, ты не переоделась? Ты что, дурилка картонная? Переоденься. Ну, вот почему, ребят? Почему им так нравится меня бесить? Помоги с проектом. Помоги с проектом. Все остальные у нас отдыхают. Эдди только решил перекусить. Затем мы с вами его отправим, наверное, тоже спать. Потому что у нас уже все-таки 10 вечера. И вы же помните, когда тот же Джеффри отправился на занятие, то он очень-очень-очень быстро потерял бодрость. И это, конечно, была очень большая проблема. Он ни с кем не мог ненормально пообщаться, ни в тот же футбол поиграть. Потому что постоянно у нас были какие-то проблемы. Ну, а сейчас я надеюсь, что он сможет выспаться. Я уже не знаю. Может быть, нам стоит с Бобби вместе в понедельник отправиться на занятия. Пока что непонятно. Кстати, а что у нас там со счетами? Нам пока что они не приходили. Кстати, нужно будет взять почту. Давайте трошки попробуем ускорить. Это кто, а? Уэсли и Шервуд. Ребят, что ты мне подсказываешь, что это тоже вампир? А, кстати, где наш тот молодой вампир? Ты вампир? Ребят, как думаете, это вампир или нет? А ну покажи зубки. А ну покажи зубки, улыбнись. Ну улыбнись. Да нет, не вампир вроде как. Либо какой-то странный вампир. Что ты здесь делаешь? Я не буду тебя приглашать. А, как я, или обворожительно? Не-не-не. Давай потом. Кстати, ребят, Бобби завершает свой проект. Молодец, быстро. Потом заберешь все, что здесь есть, быстро в туалет. Бегом. Сходи, я тебя прошу. А Бобби мы с вами тоже отправляем в туалет. Давай-ка. Где у нас тут туалет? Сходи. Прими, пожалуйста, полировать до блеска. Не надо. Пожалуйста, быстро располоснись. И затем отправляйся отдыхать. Ребятам нужно срочно отдохнуть. Значит, здесь у нас все гуд. Тебе нужно сходить в туалет. И, кстати, мы с вами сейчас попросим нашу Скарлетт, чтобы она пошла что-то приготовила. Потому что, как я вам уже сказала, у нас почти ничего нет. Выброси испорченную еду. У нее все-таки бодрость соу-соу. Меня это устраивает. А затем мы попросим ее приготовить. Как думаете, что нам приготовить? Приготовить, приготовить, приготовить. Слушайте, она столько всего умеет готовить. Сосиски с пюре. О! Для вечеринки. Сосиски с пюре. Это всегда очень-очень вкусно. Поэтому я думаю, что она сейчас быстренько это все приготовит. А затем поиграет с малышом. На часах уже 5 часов утра, и наша Скарлетт отправляется в больницу. Перед выходом она позвонила Анжелой и предложила ему поехать вместе с ней. Но что-то мне подсказывает, что он сейчас, скорее всего, вернется домой. Ну, а доктор, по-моему, вообще уже ничему не удивляется. И, кстати, почему наша Скарлетт снова поехала легко одетая? Давай-ка заходи, пожалуйста, внутрь. Я вижу, что она абсолютно не выспалась. Заходи, пожалуйста, в здание. Анжела сейчас, мне кажется, все-таки не пойдет вместе с ней. Хотя, подождите. Подождите. А давайте попросим его тоже сюда зайти. Идти сюда вместе. Вот давайте проверим, он зайдет или нет. Не паникуй, заходи, пожалуйста, заходи в больницу. Анжела, ну, пожалуйста. Ребят, он отправился в школу. Он не захотел проводить время вместе с нашей Скарлетт. Он не захотел оставаться в больнице. Эх, Анжела, Анжела. А мы все видели, между прочим, в начале серии, как ты там крутился возле Жаклина? Нет, может быть, они, конечно, обсуждали какие-то проекты, школьные, но я не уверена. Запишись, пожалуйста, в регистратуре. И затем вместе, как тебя там зовут, Дэниелом Кларком. Кстати, Дэниел Кларк. У меня такое ощущение, что с ним был когда-то роман. Я, наверное, уже этот вопрос задавала в предыдущих сериях, но нужно будет обязательно чекнуть вообще-то его через команд-центр посмотреть. Если с ним романов не было, то чем бы и ни, мне кажется, был бы очень даже неплохой поворотец. Ну что, ты будешь идти к нашей Скарлетт? Или она еще здесь какое-то время проведет? Учитывая, что ребятам скоро нужно отправляться на занятия. Слушай, давай мы пока пройдем в кабинет. Правда, пока непонятно, в какой нам нужно кабинет. Вот в этот. Или вот в этот. Мы же никого лечить сейчас не будем. Нет. Давай-ка мы просто здесь с тобой постоим и подождем, когда нас позовет врач. Кстати, ребят, кто родится у нашей Скарлетт? Как вы понимаете, может родиться один ребенок, потому что, к сожалению, ни Бобби, ни Джинджер не стали пока отличниками. Ну и понятное дело, что они никуда не переехали. То есть, если бы они переехали, у нас иногда такое бывало. Когда одна из мамочек была беременной, и, допустим, кто-то из подростков становился старше и переезжал, то иногда у нас было такое, что у нас рождался, допустим, не один малыш, а двое. Ну что, ребят, мальчик или девочка? Как думаете? Мальчик или девочка? Мальчик или девочка? И, кстати, какой у нас будет... Так, подождите, подождите. 63, 64, 65, 66... 67-й ребенок, ребята. 67-й малыш. Главное не забыть. Главное не забыть. Да я знаю, что скоро всем нужно на занятия отправляться. Подождите, у нас сейчас очень-очень важное дело. Кстати, заметьте, здесь у нее все потребности заполнены. Вот так всегда. А куда он пошел? Уважаемый, это девочка! 67-й ребенок, ребят. Давайте назовем ее Памелом. Мне кажется, что имя очень красивое. По-моему, мы еще это имя никому не давали. 67-й малыш, ребята. 67-й малыш! У Скарлетт и Анжела теперь есть девочка. Вы представляете? Значит, нашей Скарлетт нужно уже возвращаться домой, потому что мы с вами сегодня, наверное, отправимся на занятия вместе с Джеффри, потому что мне очень хочется, чтобы Бобби и Джинджер наконец-то стали отличниками. Все-таки сегодня Джеффри стоит подготовиться к экзаменам, потому что мне кажется, у него могут быть с ними большие проблемы. Ну что, давай посмотрим, где у нас подготовка к экзаменам. Старшая школа готовится к экзамену. Я надеюсь, что сейчас его ничто и никто не будет отвлекать. Хотя, конечно, хотелось бы, чтобы он после занятий, может быть, отправился куда-то вместе с Джакли. Но почему нужно сесть именно здесь? Почему не зайти внутрь школы, где тепло и хорошо? Нет, сядем возле фонтанчика и будем работать. Хотя, с другой стороны, Рита... Ну, класс! Рита еще в таком вот легком платьице вышла на улицу. Давайте посмотрим, приехала ли в школу наша подружка Джаклин. Я ее что-то не видела в самом начале. Здесь я ее не вижу. Здесь я ее тоже что-то не вижу. Да ладно, она что, сегодня прогуливает занятия? Серьезно? Серьезно? Джаклин не приехала? А ну, давай посмотрим, где она еще может быть. Может быть, она в туалет отправилась. Давай-ка здесь посмотрим. Слушайте, я ее нигде не вижу. Неужели она не приехала? А давай вот так посмотрим. Может быть, мы ее с вами сможем найти? Да, она здесь. А ну-ка, давай посмотрим. Она отправилась в компьютерный класс. Все понятно. Ладно, мы с вами не должны сейчас отвлекаться. Нужно отправиться в спортзал, где у нас тут спортзал, упражняться на тренажере. Давай-ка сходи, поразминайся, побегай на дорожке. И затем нам нужно будет отправляться на занятие. Потому что осталось 40 минут, и как раз он пока дойдет до этой беговой дорожки. Смотрите, сейчас будет звонок. Вот смотрите. Сейчас прозвенит звонок, и все. И нам скажут, ай-яй-яй, бегите, пожалуйста, на занятие. Вот, я вам что говорила? Нам не засчитают, да? Нет? Не засчитали. Все, отправляйся. Бегом, бегом, давай отправляйся. Тебе сейчас влетит канун Нового года. Это, конечно, очень здорово. Ребята, у нас экзамен. Мы сейчас можем экзамен пропустить. А где директриса? Ребята, а где директриса? А где? А где директриса? А вон она, фух. Повезло. Но он опоздал на половину экзамена. Ребята, он пришел, когда уже прошло 30 минут. Ну вот как так можно было? Нет, ну я понимаю, что это мы с вами сами затупили. И не нужно было отправляться на этот дурацкий тренажер. Но я надеюсь, что он справится. Вы понимаете, мы всю неделю не готовились к экзамену. А ну не списывай. Тебя сейчас как Рита увидит. Хотя мне кажется, что, кстати, Рита относится к нему очень даже хорошо. Давайте попросим Бобби, чтобы он сегодня усердно учился. И ты тоже, пожалуйста, усердно учись. Проверим. Все. Все учатся усердно. И ты усердно. И ты усердно. Если сегодня Бобби не станет отличником, я не знаю, что будет, ребят. Вот вообще не знаю. Все, написал. Ты же умничка. Ты же справился, да? Все, у нас обед. Вести дружелюбно с учеником. Так, ученик, иди сюда. Мы с тобой будем сейчас вести очень дружелюбно. Сначала анекдот. Потом забавная история. А потом можно тебе сделать какой-нибудь... О, выразить восхищение. Можно не комплимент, а просто восхищение. Уэсли, ты собирался пойти покушать? Отправляйся, покушай. Опять готовиться к экзаменам. Ладно, может быть, пойдем вместе с тобой подготовимся к экзаменам? Не хочешь? Выпускной балл. Какой выпускной балл? Нет, нас сейчас выпускной балл не интересует. Нас интересует подготовка к экзамену. Давай посмотрим, где у нас этот экзамен. Готовиться к экзамену. Все, мне с тобой было очень интересно поболтать. Но прости, пожалуйста, я очень такой вот весь из себя серьезный. Стоять уже не очень серьезный. Идем шалости устраивать. Надеюсь, что нам не влетит от преподавателя. Все, давай будем с тобой готовиться. Все, 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 я готовлюсь. Я готовлюсь к экзамену. Я ничего не видел. Я ничего не видел. Я сидел, уткнувшись в тетрадку носом. Не знаю, кто нарисовал какашку. Кто нарисовал вот этого вот странного чувака со слюнкой. I don't know. Все, ты подготовился? Ребят, бежим в столовую. Бежим в столовую. Давайте сядем вот здесь. Ребята, опять с Анжелой она сидит, разговаривает. Слушайте, ну, це якесь дым не дыма. А почему? А почему она все время с ним общается? Слушайте, ну, это как-то прям совсем странно. Постоянно он с ней общается. Причем, заметьте, когда пришел Джеффри, он ушел. Как думаете, между ними что-то есть или нет? Как считаете? Ну, это так пока, знаете, просто предположение. Но это как-то прям очень странно. Можно попробовать с ней позаигрывать. Анекдот такой себе получился, да? Попробую с ней позаигрывать. Пока этот красавец ушел, попробую с ней пофлиртовать. Ей не понравился флирт. Ну, все, ребят, я расстроилась. Я пойду съем вот эти вот мини-вичбургеры и все. Мне интересно, кто их потерял. Иди поешь. Слушайте, а им же на выпускной надо будет отправляться. Как они пойдут вместе на выпускной, если у них такие странные отношения? Возьми с собой бургеры. А ты не можешь, да, с собой взять? Я-то думала, что он может с собой взять и там покушать. Все, бросай. Понимаешь, если ты сейчас опоздаешь, и заодно все узнают, что это ты... Ты чего здесь встал? Две минуты, две минуты. Иди сюда. А где все ученики? Все, 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 мы уже бежим на занятия. Сдавать экзамен. Самый первый прибежал. Самый первый прибежал. И экзамены на пятерку сдал. Ребята, директриса там просто всех ругает. Коппердейл окружает озеро, которое было названо в честь яркого и драгоценного самоцвета. В этом вопросе вам нужно указать, в каких местах можно найти определенные горные породы и назвать их минеральные свойства. Ну, на навык логики, но я не знаю. О, небольшой бонус. Классно. Ребята, это супер, а то я уже перепугалась. Слушайте, а никто не пришел? Он один пришел на экзамен, серьезно? О, вы представляете, то есть все наши одноклассники прогуляли экзамены. Прогуляли. Он единственный пришел на занятия. Такое вообще может быть? Вы представляете? Мало того, что мы тут какашку нарисовали. И никто не увидел эту какашку. Джеффри получил хорошую оценку. Так, а давайте хорошист Эдди. Отличник, наконец-то, ребята! Бобби стал отличником! Джинджер, я так понимаю, что не стала. А кто нам звонит? А непонятно, кто нам звонит. Ну, ладно. Кто нам звонит, мы с вами узнаем уже, друзья мои, в следующей серии. Наконец-то Бобби стал отличником! И мы сможем отметить его день рождения! Что будет дальше, узнаете в новом видео. Не забывайте ставить лайк, подписывайтесь на канал. До скорых встреч! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok